Приветствую всех на канале ПВЗ Дичи. И глядя на экран, вы наверное уже поняли, что сегодня у нас видео, посвященное последнему четвертфиналу первого чемпионата ПВЗ Дичи. В нем сойдутся команды Оружейный и Зимний Мят. Не будем затягивать и приступаем к сражению. Первый тест, как всегда, базовый зомби. Ну а пока они медленно приближаются к растениям, все, кому нравится этот формат, могут поставить лайк, нажать на колокольчики и быстренько подписаться на телеграм-канал, где вы непосредственно участвуете в создании команд, их расстановке и в разных голосованиях. Ссылка в описании. Тем временем Оружейная команда расправилась с врагами, а вот у Ледяной мы можем заметить, что не все так гладко. Вообще, уже по первому сражению в глаза бросается жуткая несбалансированность команды. В команде всего лишь одно растение дальнего боя, и это явно еще не раз негативно скажется на команде. Опять же, эту команду набирали вы сами при помощи честного голосования. Именно поэтому я постоянно прошу подписываться на телеграм-канал. В общем, Ледышки все-таки тоже справляются с первым тестом, но некий звоночек уже прозвенел. Второй тест. Броня зомби стала намного крепче. И вот тут я уже засомневался, что Ледяная команда справится. Однако, пока я сомневался в ней, зомби уже дали мне понять, что и оружейная банда легко не отделается. Неприятно это признавать, но обе команды оказались не самыми сильными в состязании против брони. Зомби в итоге прошли через обе команды как нож сквозь масло. Ни одной команде не удалось заработать балл. После такого начала страшно представить, что будет дальше. А ведь дальше идут роботы. Неужели они тоже пройдут до газонокосилок? И если у верхней команды вроде бы не так все плачевно, то снизу зомби идут без остановки. Одного арбуза явно мало. В итоге меха-футболист добрался до растений и устранил арбуза пульту. Дальше уже ничего хорошего эту команду не ждало. А вот по верху зомби так и продолжили буксовать, пока не были уничтожены окончательно. Балл получать только оружейная команда. Со следующей командой зомби обычно не возникало ни у кого проблем. Ну кроме грохострелов. Но для данной ледяной команды это оказался сущий кошмар. Тут вам и дама с зомтом, способная отбить арбуз в сторону. Тут вам и шут, который еще хуже он-то отбивает арбузу обратно в растений. Но и это еще не все. Зомби-копатец обезвредил колючки, выкинув их назад. Короче, как я и сказал, настоящий кошмар для ледяной команды в такой сборке. Оружейные заработали балл, ледяные баранку. После такого ужасного начала я уже решил, что для старикашек с черепами ледяные растения станут легкой добычей. Однако я недооценил медлительные сети зомби. Плюс ко всему арбузы это достаточно мощные снаряды, которые к тому же еще немного замедляют дедушек. В общем тут я уже откровенно болел за арбуз, как на настоящем спортивном состязании. И во время записи видео, можно сказать, вскатил с кресла и кричал. Арбуз в итоге меня не подвел. Буквально в последние секунды он спас свою команду. Здесь по баллу удалось заработать обеим командам. В стражении с зомби, которые заходят сзади, я надеялся, что оружейные смогут справиться. Так как тот же рис может в определенных условиях бросать взрывчатку и назад. На ледяных тоже была надежда, ведь арбуз мог погасить динамит старателя. Однако зоны покрытия ледяных арбузов не хватило, чтобы заморозить последнего зомби. И таким образом он прилетел в тыл. Там арбуз тоже пытался спасти команду, но в этот раз ему уже не так повезло, как с черепами. Однако и у оружейных дела шли тоже не совсем гладко, а точнее совсем не гладко. Хоть рис и умудрился взорвать нападавшего, но при этом погиб и сам. Одна индейка пульта при всем желании не смогла бы ликвидировать бронированного зомби, пусть и уже раненого. Обе команды не набрали очков. Один из самых интересных, по моему мнению, раундов – сражение со станищами зомби. У оружейной команды проблем возникнуть здесь не должно, а вот для ледяной это опять кошмар, так как здесь важно быстро уничтожить зомби. Но у них всего лишь один арбуз занят делом, конечно же в зомби превращают и закидывают бедных растений как хотят. Маг настолько обнаглел, что начал превращать даже участников второй команды, и мне пришлось их выкопать. Ну а как итог раунда – полное поражение ледяной команды. Оружейные же получат бал. Наконец-то что-то легкое. Многострадальные импы дракона опять получат люлей всеми возможными способами. Индейки, взрывы, арбузы – все, что хочешь. Короче говоря, тут по балу каждой команде. Тест на сопротивление по ботным юнитам с флангов. Я всегда этот раунд провожу по отдельности для команд. Первыми начинают оружейные, и они становятся второй командой, которой удалось не пропустить куриц по соседним дорожкам. Очень редкое достижение. Переходим к ледяным. Курицы высвобождаются, и благодаря тому, что арбуз имеет большую зону поражения, то большинство куриц сразу же уничтожены. Ну а земл забил оставшихся. У этой команды сразу два оружия против курочек. Так что вот такой нетипичный получается бой. Команды проигрывают в простых битвах, но зато обе справились с курицами. Ну а что же дискотрон? Дискозомби – совсем не курицы. Однако оружейная команда применяет тактику стана и попутного уничтожения дискотрона, тем самым лишить его возможности призвать своих импозантских танцоров. Машина занята отбиванием постоянных атак и гейк, и такое чувство, что может вообще не успеть призвать дискозомби. Однако все же первые летуны появляются, но как появляются, так и исчезают. Оружейная команда становится первой командой, которой удалось справиться с дискотроном и его дискозомби. Наконец-то! Неужели и ледяные справятся? Давайте уже скорее смотреть. Дискомех уже вышел, его тоже замедлили, однако арбуз не может полностью остановить машину, он только замедляет. И поэтому дискозомби, в отличие от прошлого сражения, уже появились. Но это еще ничего не значит, потому что попадая арбузом в центрального зомби, урон получают и те, что по краям. Главное, чтобы они не улетели далеко вперед относительно центрального собрата, и тогда у арбуза будут шансы. Но не стоит забывать, что в определенный момент включится и Зев, который также способен уничтожать зомби на трех волосах. Это и начинает происходить. Теперь проблема в том, что робот далеко позади и он не получает урона. Но в любом случае, рано или поздно он приблизится, и тогда шансы действительно у растений будут. Главное не пропустить по флангам. Это, наверное, самое напряженное сражение за все четыре четвертьфинала. Но может только битва с Гаргантюа в первом четвертьфинале была напряженнее. Осталось совсем чуть-чуть. Дискозомби почти истреблены. Да и робот в зоне действия атаки ледяной команды. Очень они близки к победе над машиной. Вот за это мне и нравится этот чемпионат. Команды могут без шансов проигрывать в одних сражениях, зато в других они становятся единственными, кто справляется. И чем команда скилловее, тем больше шансов на победу во всем турнире. Я пока что очень доволен ходом турнира. Все команды в чем-то оказались сильными. И это происходит. Шикарное сражение диско-мех-пал. Представляете, за все три предыдущих четвертьфинала ни одна команда не остановила эту машину. А сегодня обе команды справились. Очередь зомби на стуле, в бою с которым все оружейные растения сбили прицел, и это стоило им фактически поражение. Насколько я помню, рис не атакует назад, если впереди него нет зомби. Поправьте, если я ошибаюсь, но кажется, именно в этом проблема, и зомби проходят до косилок. Ледяные тоже не справились. Аргус пытался, но не успел. Ни одна команда не получает балл. Теперь пришел черед Факира. А вы знаете, насколько он противный персонаж. И вот тут-то ледяная команда имеет преимущество. Вряд ли теперь Факир сможет кого-либо из них сжечь. Хотя и оружие не справляется, отвлекая зомби с помощью индейка и попутно обстреливая его. Хорошее выступление от обеих команд. Каждая получает по баллу. Пришло время для быков. Верхнего быка атаковали индейки, и в таком фермерском сражении пернатые одержали верх при поддержке артиллерии. А вот нижний бычок хоть и был замедлен, но все же доскакал до нужного места и запустил импа прямо за шиворот в команде ледяных растений. Тут поражение. Осталось всего два теста. Один из моих любимых уже начался. Я надеялся, что арбуз успеет потушить фаната, но нет. Взрыв произошел, и команда лишилась шансов. Тем более, что All-Star уничтожил Зева. Да и у верхней команды тоже все плохо. Там зомби тоже в итоге прорвались. Никому не удалось набрать очков в этом раунде. Последний бой. Он уже ничего не решает. Оружейная команда победила без вопросов. Да и в битве с Гаргантюа это только подтвердится, потому как гиганта способна убить и одна индейка пульта. А у ледяных это сделать не удастся даже всей команде. Не буду тянуть, сразу перейду к подведению итогов. В этом раунде бал только оружейным, и они проходят в полуфинал. Все четвертьфиналы у нас обремели. Некоторые битвы были очень ровными, а некоторые были просто разгромными. Но я надеюсь, все были интересными. Полуфинальные пары команд вы можете видеть на своих экранах. Пронзающая команда сравнится с очаровывающей, а рекордсмен по набранным очкам команда электрических растений будет соревноваться с сегодняшним победителем командой оружейной мяты. Полуфиналы я начну снимать через пару недель, потому что у меня наметился переезд. Именно поэтому по средам сейчас я ничего не выкладываю. Просто вообще нет возможности. В следующую субботу выйдет видео с настоящим гороховым безумием. Не пропустите. Ну а уже после я вернусь к работе и закончу чемпионат. А на сегодня на этом все. Ставьте лайк, кому понравилось видео. Подписывайтесь на канал, на телеграм-канал. И до новой дичи. Пока.